Бабруйск Бабруйск и Лужский муниципальный район Ленинградской области подписали протокол о намерениях по развитию дружественных отношений. Бабруйску 630. Город готовится к празднованию важной даты. На протяжении года бобручане будут зрителями и участниками многочисленных акций, концертов и фестивалей. В календарь событий заглянула Ирина Богомолова. 2017-й станет для Бабруйска одним из самых важных. Сразу несколько крупных фестивалей и юбилейных дат выпали именно на этот год. Год, который Бабруйск проведет в статусе культурной столицы. И самым важным, безусловно, станет 630-й день рождения Бабруйска. Уже создан Оргкомитет по подготовке к серьезному событию. Первый детальный разговор состоится в апреле. Пока же на заседании городского исполнительного комитета утвердили план мероприятий. Оргкомитет будет заниматься организацией проведения 630-летия в городу Бабруйску. И культурной столице Республики Беларусь. Ежемесячно у нас будут запланированы и культурные мероприятия, и патриотические. В городе пройдет в прямом смысле генеральная уборка. Запланирован большой субботник, приуроченный к 630-летию Бабруйска. Наводить порядок начнут с первым теплом. Разработана и концепция праздничного художественного оформления города. Бабруйск украсят тематические панно, растяжки, бигборды и другая атрибутика. Планируется, что предприятия Бабруйска не останутся в стороне. Это и оформление художественной композиции, цветочных клуб и так далее. Все это будет расписано, и каждый специалист по каждому направлению будет знать, что ему надо делать. В апреле в Бабруйске пройдет городской конкурс белорусскоязычных театров. Ожидается, что в дни празднования юбилея в июне откроется молодежный парк. Не обойдут вниманием и Бабруйскую крепость. Краеведческий музей уже разрабатывает уникальный экскурсионный проект. Настоящий же подарок ждет всех любителей спорта. У нас планируется в апреле ближайшая матча, встреча по хоккею сборной Германии, сборной Беларуси. Бабруйщане соскучились по большому хоккею. Это будет хороший праздник. Ориентировочно это будет 15 апреля этого года. Также в рамках календаря о спортивном массах мероприятий Министерства спорта и туризма в городе Бабруйске в этом году будут проведены ряд республиканских соревнований. Я имею в первую очередь легкая атлетика, борьба вольная, борьба греко-римская, бокс. Ну и также мероприятия, связанные с такими видами спорта, как тейквондо и карате. Акции, мастер-классы, концерты, творческие встречи, праздники микрорайонов и дворов. Каждый месяц в Бабруйске будет проходить что-то интересное. Главные площадки разместятся в центре города. Естественно, не обойдется и без самых масштабных фестивалей. Конечно же, это венок дружбы фестиваль с условием, что нам 630 лет. Это арт-жижаль, как бы пленер по керамике. Это план мероприятий по празднованию 73-й годовщины сображдения города Бабруйска. То есть все знаменательные даты, которые запланированы в 2017 году, конечно, вот эта задача их провести на высоком уровне. Праздник придет и в квартиры бобруйчан, всех ветеранов войны, а их сегодня в городе 270 человек, и семьи погибших военнослужащих проведают, окажут необходимую помощь и, конечно же, поздравят. В ближайшее время город посетит министр культуры. Вместе с коллегами из ведомства он, наконец, даст старт всем запланированным мероприятиям. И Бабруйск официально примет все столичные полномочия. Ирина Богомолова, Павел Зуев. Сегодня в Бабруйске. Предприятия Могилевщины признаны победителями и лауреатами республиканского профессионального конкурса «Бренд года-2016». Участников в номинации «Социально ответственный бренд» оценивало международное жюри. В категории «Лучший работодатель» в этой номинации золотых медалей удостоены «Могилевская бабушкина крынка» и «Бабруйское предприятие пивоварни Хайнекен». Вторую золотую медаль «Бабушкина крынка» получила в категории «Активная социальная позиция». В потребительской номинации, где изучались предпочтения покупателей, были отмечены бренд-лидеры. В их числе торговые марки «Красный пищевик», «Сочный», «Шаговита», «Белшина», «Петруха». Бронзой отмечена торговая марка «Бобров». Одним из победителей потребительской номинации «Бренд-лидеры» в социальных сетях признан «Бабруйский красный пищевик». Бобручан приглашают принять участие в открытом интернет-голосовании по выбору лучших эскизов первого этапа городского конкурса «Малых архитектурных форм». Участие в нем принимают как организации, так и индивидуальные мастера. Жюри определит, кто пройдет во второй этап. Конкурс инициирован городским советом депутатов и приурочен к 630-летию Бобруйска. Ознакомиться с конкурсными работами и отдать голос за понравившийся проект можно на сайте «Бобруйск.бай». Премьера музыкально-пластического спектакля «Маленький принц» состоится на сцене областного театра драмы и комедии имени Дунина Мартинкевича. Создана постановка совместно с Гимназией и Колледжем искусств. Как анонсируют в учреждении культуры, спектакль предназначен для просмотра как детей, так и их родителей. Французскому летчику удалось написать произведение, которое переведено практически на все языки мира и до сих пор является одними из самых востребованных для режиссеров-постановщиков. Еще одно прочтение легендарной истории на этот раз в Бобруйском варианте начнется в 18.00 28 февраля. Официальная делегация из города Луги прибыла в Бобруйск накануне вечером. Цель визита – знакомство с социально-экономическим потенциалом и обсуждение направления развития сотрудничества между городами. С девятью регионами России у Бобруйска уже налажена тесная связь, в том числе и с Ленинградской областью. Сегодня к ним присоединился и Лужский муниципальный район. Спасибо вам за начало вашей работы. Наиболее весомый сектор у российских партнеров – аграрный, и это и определило географию. Делегация посетила открытое акционерное общество Бобруйска-Громаш и ведущее сельхозперерабатывающее предприятие Бобруйска «Красный пищевик». Оборудование и технологии изготовления продукции по-хорошему удивили гостей. Мы пообщались по поводу продукции, причем мы уже сегодня говорим, что готовы предоставлять магазины для того, чтобы создавать фирменную торговлю, потому что продукция достаточно качества. Сегодня Россия – второй после белорусского рынок, куда уходит основная доля сладкой продукции. В конце прошлого года на предприятии заработала новая линия по производству зефиров глазури. Это позволило увеличить объем выпуска почти в два с половиной раза. Мы на территорию Северо-Запада поставляем сегодня порядка 50 тонн, а хотелось бы, конечно, поставлять больше, чем 50 тонн. На территорию Российской Федерации порядка 150 тонн, 190 тонн ежемесячно мы отгружаем продукцию, продаем. Знакомство с производством, дегустация продукции, разговор с бобруйскими кондитерами. За небольшой отрезок времени гости успели все и даже попробовали изготовить зефир своими руками. Можно долго говорить, как делают вручную, а однажды попробовать самостоятельно. Когда ты получил продукцию теплорук, она становится гораздо вкуснее, даже независимо от количества шоколада, которое вокруг зефира. Бобруйск – первый город в Беларуси, с которым Луга готова сотрудничать. Образование, спорт, здравоохранение, культура – на встрече затронули практически все сферы. Подписание же протокола о намерениях по развитию дружественных отношений стало первым кирпичиком в строительстве моста между двумя городами. Ирина Богомолова, Иван Боровой. Сегодня в Бобруйске. Изменения и дополнения. Нарушители общественного порядка сегодня запросто могут попасть в категорию хулиганов. Сегодня разбитое стекло или царапина на капоте чужого автомобиля могут обернуться не просто штрафом, но и уголовным делом. Статистика показала, что в общественных местах стали нарушать меньше, а вот количество хулиганств увеличилось на целых 69%. Связано с изменением в подходах к квалификации действий. То есть раньше это рассматривалось как повреждение имущества, на сегодняшний день это рассматривается как хулиганские действия. Явное оскорбительное неуважение, циничное неуважение к обществу – это первое. Второе – это должен быть умысел на хулиганские действия. Ну и третье – это уже те последствия, которые наступили в результате действий самого хулигана. Не только подростки, но и взрослые, находясь под градусом, могут поцарапать покрытие, повредить колеса, разбить стекла и фары авто, стоящего на улице. К слову, ответственность за совершение хулиганства наступает с 14 лет. Самое мягкое наказание – это общественные работы, но также есть и лишение свободы на срок до трех лет. Если в ходе совершения таких преступлений используются какие-то предметы, похожие на оружие для нанесения телесных причинений, телесных повреждений, то максимальный срок – это от трех до десяти лет. От того возраст, какая доказана вина, соучастие, уже принимается решение. Зачастую хулиганства оборачиваются и дополнительными расходами. Потерпевшие, как правило, требуют компенсации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова